МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виктор Микрюков, руководитель Ассоциации засрочеков Казахстана в студии, и Талгат Мамаев, зампредседателя управления Палаты экспертных организаций. Коллеги, здравствуйте и добро пожаловать. Добрый день. Да, во-первых, я так понимаю, что это коснулось практически 700 проектов вот этих, да? Вот сейчас под вопросом они, то есть сроки сдачи, дополнительные финансированные сдержки, это так, да? По нашим подсчетам, да, на данный момент более 700 проектов готовы к старту. Готовы, но не могут начать. Их можно начинать строить, но их не могут начать, потому что изменились правила игры. Да, давайте, что значит изменились правила игры и почему мы об этом вот опять узнаем, как будто бы снег на голову. Что случилось вообще? Ну, смотрите, 2 января приняли изменения в экологический кодекс, и эти изменения вступили в силу с 1 июля этого года. Застройщики могут пойти и получить экологическую экспертизу проектов. Ранее это было, вот эту экспертизу они проходили в составе комплексной вневедомственной экспертизы. Это вот именно когда проверяют строительную часть. Подавали в уполномоченный орган 45 дней. В эти 45 дней укладывалась и экспертиза экологическая, и экспертиза проекта конкретно. Сейчас этот срок увеличился до 120 дней. Соответственно, если раньше можно было разработать проект и, соответственно, направить его на комплексную экспертизу, получить разом через одно окно 2 документа, сейчас это невозможно. Это вы описали процедуру, а что это на деле получается? Вот как это влияет на членов вашей ассоциации, застройщики, что сейчас говорят? То есть у них там 2 пакета документов, и опять они начинают бегать по разным инстанциям, что ли? Вот смотрите, если раньше это было через одно окно, теперь, естественно, им необходимо обращаться в разные инстанции. Это первое. Второе. До сегодняшнего дня не урегулирован вопрос того, что проекты уже могут идти и получать эту экологическую экспертизу. Мы обращались в Министерство экологии, и мы просили их дать алгоритмы, дать сроки, когда это все вступит. Ответы какие-то есть, кстати? Когда это начнет работать? Ответы есть? Ответы шикарные. Ответы говорят о том, что мы сейчас не будем разъяснять, но после того, как примется, вы сами все узнаете. Так работа расстоит. Я сейчас утрирую, но по факту вот так. По факту вот здесь вот это пишется. Да, господин Мамай, пожалуйста, вам слово. Что скажете? Сейчас Виктор Миколаевич правильно сказал, что с Нового года принят новый экологический кодекс. Она вступила в силу с 1 июля этого года. Так, вкратце я расскажу, чем отличается, как раньше проводили экспертизу. Так, раньше существовало три вида экспертизы, да? Это благосостоятельная экологическая экспертиза, общественная экологическая экспертиза и комплексы экологической экспертизы проектов. Это касающиеся экологической части. Это все эти экспертизы, общественные экологические экспертизы, проходили, как говорится, через одно окно, электронный портал неверенственной экспертизы, строительной экспертизы. То есть параллельно получали и государственную экологическую экспертизу, и строительную экспертизу, и разрешение на эмиссию. То есть в зависимости от сложности объекта, 30 дней или 45 рабочих дней заходили они, это единый портал неверенственной экспертизы, и получали государственные экологические заключения, и строительные заключения, и получали разрешение на эмиссию. Так. 45 дней все быстро, мобильно. Да, да, да. За один заход получаем сразу все документы одновременно. Да. Это как бы в одну стадию проходили. Сейчас как по новому экологическому кодексу, как она сейчас идет? В чем разница? Во-первых, определения категории изменились они раньше, если по категории определяли по санитарно-защитной зоне, то есть санитарные правила здесь это включались. Сейчас дифференцированы категории в зависимости от сложности, в зависимости от какой отрасли определяются категории. То есть первая категория самая сложная, там вторая, третья, четвертая, соответственно. При этом какие еще изменения внесли, которые времени больше охватывают для строителей, для получения разрешительного документа по экологической части? Теперь получилось, чтобы определить первую и вторую категории объекта, должны еще в начале зайти уполномоченный орган, чтобы определить только категорию. Что значит зайти? Подождите. Что значит зайти? Через электронный портал. Обратиться в полномоченный орган. Да, обратиться в полномоченный орган. Сейчас схема работает так. Застройщик, который хочет построить проект, он сначала идет в экологическую экспертизу, только после того, как он разработал проект. Он обращается и получает, ему присваивают категорию. Все это вручную. Механизма работы через ЗИГОВ нет. Все-таки это экологическая экспертиза, звучит солидно. И в принципе не просто так же, это все придумано. Так, давайте я расскажу последовательно. Какая сейчас? Почему это для застройщиков эта проблема создает? Так, зашли, да, определили категорию. Я определил сферу охвата. То есть на каком объеме, какой раздел экологической части должна разрабатываться. Так, по ней выдается заключение. Ну, там два вида заключения. Там есть по экологическому кодексу, там еще есть деление объектов, не только на категории, но еще объекты, требующие разработки ООС, и объекты, не требующие разработки ООС. Это тоже должны, тоже как бы отдельно заходят, вот на первый раз данный. Потом получают объекты, требующие ООС, получают заключение для оценки сферы охвата ООС, требующие ООС, да. По второму объекту, когда на скрининг заходит, есть, может быть, объект после того, как оценит уполномоченный орган, может он требовать разработки ООС, и может не требовать разработки ООС. То есть таким образом объекты уже делятся. Так, теперь, что дальше делаем с тем объектом, который требует ООС? После того, как они получили это разрешение, разрабатывается отчет по воздействиям, экологическим воздействиям. После того, как, смотрите, сперва зашли, да, получили заключение, официальное заключение, чтобы оценить сферы охвата ООС. Потом разрабатывается, время уходит у проектировщика. То есть еще один появился какой-то процесс, да? Да, процесс, пошел. Процесс. Слушайте, ну какая-то логика, наверное, в этом есть или нет? Я вот, мы приглашали, мы представители Минэкологии, кстати, попытались пригласить в эфир, и сегодня наши продюсеры работали, но они не пришли. Да, 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 пожалуйста, пожалуйста. Потом, после того, как разработают, да, вот этот, который требующий ООС, да, вот первой, второй или третьей, второй категории, они заходят опять в этом, уполномоченный орган, для получения заключения по ООС, оценке воздействия на окружающую среду. Получили заключение, да, первая и вторая процедура занимает 33 рабочих дней. Вот сейчас я сказал, первая, да, для определения сферы охвата, 33 рабочих дня. Второе заключение должны получить, заключение по экологической оценке, 33 рабочих дня. Только после этого, как получат экологические заключения по ООС, во второе, да, заключение, они заходят по комплексным вредомственной экспертизу проектов, то есть на строительную экспертизу. Это уже третий этап, да? Так, мы уже, они как исходные документы к нам идут, да, вот эти документы, заключение по ООС, и мы как бы принимаем как исходный документ, то есть только, если она будет, только мы эти документы будут, мы можем дальше экспертизу делать в строительной части. После того, мы как выдаем комплексную вредомственную экспертизу, они дальше должны еще раз пройти экологическое разрешение. Это раньше не было? Да, вместе же были они? Да, 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 все вместе. Там экологические разрешение, нормативные разрешение сейчас, они процесс это разделили по времени, да? Да, это получается результат того, что у нас появился новый экологический кодекс. Почему мы на этапе его обсуждения не увидели вот эти будущие проблемы? Как вы считаете? На этапе обсуждения эту проблему увидели. Нацпалата предпринимателя, это Микен, бизнес, видели эту проблему, говорили об этой проблеме, но их не услышали, они не были услышаны и было принято все это практически в директивном формате. В результате сейчас самая главная проблема, это проблема в том, что стоят проекты. И в идеальном случае проекты начнутся только спустя 5 месяцев. То есть практически полгода строительство в Казахстане будет стоять. Вот это да, вот это совершенно неожиданно. И в принципе я так думаю, что это все отразится на нас, в конце концов, на потребителях. Я не понимаю, почему у нас официальные госорганы так действуют вот в таком формате. Опять же, покажите, пожалуйста, письмо. Премьер-министр, Ассоциация застройщиков пишет, что надо с этим вопросом разбираться. О том, что бизнес строительный не получил запрашиваемую информацию по этому процессу проведения экологической экспертизы. И так далее, и так далее. Представленные ответы, подчеркивается в письме Ассоциации, дискредитируют институт государственного органа и свидетельствуют о халатном отношении к работе и правам субъектов предпринимательства. Это вы написали. Что вы имеете в виду? Почему такие жесткие заявления? Ну, жесткие заявления, это первое, это сроки. Вступление в силу 1 июля, только в октябре будут утверждены правила. Так не работает. Так не должно работать. Уполномоченный орган должен правила разработать, и они должны вступить практически день в день с нормами кодекса. Однако так не сделали. Это первое. Второй вопрос, это абсурдные моменты, которые прописаны в самом кодексе внутри. То есть там есть такие разночтения, которые в целом их не должно быть. То есть непонятно, кто их писал. Есть механизм, механизм по общественным слушаниям. Классный механизм, он нужный механизм. Мы с ним согласны. Но при этом, если смотреть все процессы, этот механизм занимает 52 календарных дня. Тогда как экспертиза экологическая и все ее этапы занимают 45 дней. Как эти 52 дня уместятся в 42 дня, я не понимаю. То есть такого быть не должно. Есть другие моменты, которые аналогичны. Согласно приложению кодексу, объекты строительства не включены, объекты жилищного строительства, они не включены в перечень тех, по которым нужно получать авоз. При этом нам говорят, нет, нужно получать авоз. Нет, подожди. Это прямое нарушение закона. Тогда нам надо в прокуратуру каждому застройщику обращаться и пытаться доказать, хотя в принципе это опять еще плюс наверное там сколько-то дней затянет это все. Это же давление на бизнес. Прямое, прямое по-моему. Хорошо. Что пишут нам сейчас в WhatsApp? Ну в принципе да, на каком основании задерживают до 120 рабочих дней. Да уж, вот и новая проблема. Мне кажется, что из-за смены руководства или может быть другие проблемы в других местах ведь не проблема с Министерством экологии. Может действительно там министр поменялся из-за этого или нет? Возможно, но скорее всего все напрямую с министром скорее всего это не связано. Это связано больше с исполнителями, которые готовили эти документы и им скорее всего просто доверились. Мы катастрофически опаздываем с принятием вот этих всех нормативных документов. Я правильно понимаю? Ну в данном случае да. Вы представляете вот на данный момент все эти проекты вот пока 700. К моменту тогда, когда мы сможем получать экологическую экспертизу и потом уже получать экспертизу проекта строительного к этому моменту уже там накопится наверное тысячи две-три проектов и когда будем строить тогда? Как будем исполнять задачи президента? Здесь ну очень большие вопросы. Какие перспективы есть сейчас? Я так понимаю, что ну вам только вот присылают вот эти вот письма, которые у вас есть и все, да? То есть никакого движения в вашу сторону нет, да? На что вы надеетесь? Какие перспективы есть? Единственным вариантом мы видим это отработать по кальке закона о долевом участии в жилищном строительстве. В свое время был принят этот закон бизнес не был готов зайти в него и соответственно были обращения в том числе в правительство о том, чтобы ввели временный мораторий. Да, вводили временный мораторий, причесывали закон о долевом участии все правила в порядок, чтобы не остановить стройку, чтобы не остановить бизнес. Здесь нужно действовать аналогично. Была попытка выровнять эту ситуацию в государственную экспертизу, которая занимается экспертиза проектов, было дано письмо и вот в палату экспертных организаций было направлено письмо, которое вот только Министерство индустрии инфраструктурного развития, вот они сделали реальный шаг, они дали письмо о том, что да, вы можете брать проекты на экспертизу, но при этом в данном письме есть жесткая оговорка, что строительство объекта без прохождения экологической экспертизы недопустимо. Что это значит? Иными словами? На деле? Они могут получить сейчас экспертизу строительной части пока, но объекты будут стоять, пока не получат экологическую экспертизу. Ваше мнение. Я сейчас говорил, что 4 этапа зависит от сложности экспертизы. Вот первые 2 этапа экспертизы. Да, давайте проясним. То есть вы не против экологической экспертизы как таковой? Это необходимо, это надо, чтобы телезрители просто правильно понимали. Все думают, что строители самые богатые у нас здесь после нефтяников, и у них все хорошо и замечательно. Телезрители обычно так думают и пишут на WhatsApp. Вы не против экологической экспертизы, чтобы ее убрать, сократить или до минимума свести и так далее? Ну, это пусть строитель скажет, я как бы это как эксперт. Для нас для строительной экспертизы как исходный документ идет. И сейчас в этом эта проблема заключается в том, что вот сейчас первый, второй этап пока они не готовы делать экспертизу. да, мы сейчас и вот был протокол, протокол протокольное совещание было, по результатам совещания протокол был выполнен 28 июля 2021 года, составлен протокол о том, что на переходный период будет гарантийное письмо выдавать заказчик, что экологические экспертизы, там разрешительные документы выполнят после строительной экспертизы, после комплексной обновленности. Ну вот в принципе решение. А им-то строить все равно не дадут же. После нас должны еще, все процедуры должны пройти все равно. Вы в тупик получались какой-то? Ну да, абсолютный тупик. Решается это, скорее всего, только в формате моратория. Можно ли сейчас в судебном порядке быстро оспорить данные решения официальных органов? Ну, решение по изменению кодекса в суде, я думаю, быстро не оспорить. И в любом случае необходимо внесение изменений в законодательство. соответственно, здесь будет только вариант, если бизнес сплотится и пойдет в суд и будет подавать суд в отношении государства. Но как тогда работать дальше? Не должен бизнес идти в конфликт с государством. Введение моратория это же довольно серьезный вопрос, да? Я не думаю, что на него пойдут на уступки вам. Может быть, какие-то альтернативные методы сейчас применить стоит? Ну, альтернативные методы можно рассмотреть, но вот проблема серьезная, проблема очень жесткая и пока мы не видим каких-то объективных удобных сценариев для того, чтобы ее решить. Министерство экологии нам помочь в этом не может и не хочет. Они отказались сегодня участвовать в передаче? Отказались. Ну, скорее всего, по объективным причинам. Потому что там у них проблемы, вопросы, может быть, да, сложности какие-то. Я не знаю. Ну, в принципе, к нам вчера министр цифрового развития приходил, инновации, там, Багдад Мусин зашел вечером, на все вопросы ответил по поводу передачи, значит, нашей цифровизации дальнейшей с помощью российской платформы Сбер. Не знаю, что у Минэкологии не нашелся, ни один человек, кто в целом министерстве, кто может прийти и разъяснить эти вопросы, ответить предпринимателям. Надеюсь, вам ответ после нашей передачи какой-то последует, потому что я так понимаю, что это финансовые издержки. То есть, когда ты не начинаешь стройку, она у тебя стоит. Что это в деньгах? Один объект, давайте приведите. Их 700 и более по Казахстану. Простой одного объекта, один день простой объекта, это 6 миллионов. 6 миллионов? 6 миллионов в деньгах. Это накладные расходы, это зарплаты работников. Естественно, не все работники работают на зарплату. Очень большая часть работает на объемы. Объемов нет, зарплаты нет, денег нет. Куда эти люди пойдут, я не знаю. Вы давно в этой сфере возглавляете ассоциацию. Наверняка есть оптимальное решение, которое вас привлекает. Ну, зарубежное, например, да? Как у нас в соседних наших странах, может быть, в европейских, там подальше посмотреть. У них-то таких, вот с ног на голову отрасль не ставят двумя-тремя решениями. У них же такого нет, я что-то не слышу. Или у них тоже там своего бардака хватает? Ну, у них есть свой бардак, да, естественно, но этот бардак как-то он более гармонично вписывается в систему. У нас получается так, что НПП, это Микен, сказали, что нет, такой норматив пойдет в расхождение и будет во вред бизнесу, но при этом его принимают директивно. Такого быть не должно. Здесь роль бизнеса, роль организации, которая защищает бизнес, должна в том числе превалировать. Экспертиза, еще раз повторюсь, экологическая экспертиза нужна и важна. она была, но она была в составе одного окна. Обращались... Мы каждый год говорим о том, что у нас рейтинг дуэн бизнес, мы продвигаемся к идеальным условиям, все лучше и лучше у нас показатели. И вот тут сейчас у нас по разделу строительства пойдут вот такие проблемы, что у нас сроки увеличились, все разделилось и так далее и тому подобное. Да, Господин Мамай, что вам есть добавить по данным вопросам? Вы вопрос поставили, как можно сократить, да? Вот раньше было три этапа была экспертиза. Сейчас для самой сложной, говорю, первой категории. Сейчас четыре этапа. Первый этап это оценка скрининг воздействия, оценка необходимости авоз. Я думаю, этот этап, можно его сократить, по большому счету его могут и эксперты делать сами эти проектировщики, разработчики авоз. И так мы придем к тому варианту, когда было раньше три этапа. Ну, не все доверяют, экологическая экспертиза, потом государственная экологическая экспертиза, строительная экспертиза, потом разрешение экологическое разрешение. Ну, раньше эти три этапа были объединены в один. В смысле, через одно окно заходили, в одновременно все выдавалось. Ну, и последний вопрос. Телезритель к нам обращается. Спасибо, что пишете. Я напомню, мы в прямом эфире спрашивают о ценах. Это значит, что опять у нас вырастут цены на жилье? Ну, скорее всего, на рынке, да, образуется дефицит, потому что предложение уменьшится, и, ну, это отразится на ценах. Ну, прямая взаимосвязь, чем меньше спрос, тем дороже цена. Это логично. Есть такие риски. Есть, да? К сожалению, да. Если можно, сейчас вот то, что мы сейчас обсудили, давайте резюмируем. Последний момент, получается, это письмо, премьер-министру, который сейчас ушел, вот на него большая надежда, что что-то изменится, я так понимаю? Да, мы надеемся на это письмо, на это обращение премьер-министру, надеемся, что мы будем услышаны, и получится у нас вернуться к тому формату, который был ранее. То есть принцип одного окна, 45 дней в совокупности и никаких дополнительных нагрузок, которые вообще не должны существовать, по сути. Ну что ж, спасибо большое. Мы сегодня обсуждали те проблемы, которые возникают в строительной сфере, экологическая экспертиза изменилась, и увеличились сроки, появились новые направления. Не все, конечно, гармонично у нас в этом направлении. Надеюсь, что письмо, которое написали бизнесмены, оно дойдет до адресата, до премьер-министра, и там примут правильное решение. Это была программа «Время говорить». Смотрите на нас каждый будний день. До свидания. До свидания.